Сегодня 11 июня 2016 года. Я приветствую вас в прямом эфире «Здоровье с Вижем». Меня зовут Анастасия Нерадо, я менеджер Центра обучения компании «Вижем». В нашем эфире я представляю спикеров. Сегодня перед вами выступит Масляева Елена Владимировна. Елена Владимировна – врач-терапевт с большим стажем работы. Она действующий врач-эндокринолог и диетолог с более чем 30-летним стажем работы по профессии. В свое время Елена Владимировна закончила Челябинский медицинский институт по специальности терапия, эндокринология, диетология. Елена Владимировна познакомилась и любилась с продукцией «Вижем» в 1998 году. Она считает этот год новой точкой отсчета в своей жизни, поскольку, применяя продукцию нашей компании, наряду с традиционными методами лечения, смогла получить уникальные результаты и в лечении, и в профилактике большого количества и распространенных заболеваний. Елена Владимировна активно занимается просветительской деятельностью в области здорового образа жизни. Она получила огромное количество результатов улучшения здоровья с продукцией компании «Вижем». В своей работе Елена Владимировна помогает людям решить их проблемы со здоровьем. И сегодня Елена Владимировна поделится с вами накопленным опытом врача-профессионала. Сегодняшний эфир очень актуален в начале лета. Его тема – здоровый отдых всей семьей. Вы узнаете, как подготовиться к летнему отдыху и сделать так, чтобы он прошел с пользой для вашего здоровья. Итак, я передаю слово Масляевой Елене Владимировне. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и приглашенные. Спасибо, Анастасия, за такое представление. Я очень польщена. Сегодня для меня большая честь представить вашему вниманию очередную тему в рамках проекта «Здоровье с Вижем». Поговорим немножко об одном из самых приятных событий в году – о нашем отпуске. На работе мы проводим где-то более 50% всего свободного времени в нашей жизни. Естественно, не может не накопиться усталость, физическое напряжение, стрессовые ситуации, постоянная нехватка времени, куда-то все бежим, ничего не успеваем. Зачастую это и со стороны начальников строгих завышенные требования, проблемы в рабочих коллективах, домашняя суета. Вот неполный перечень проблем, из-за которого нам так хочется в отпуск, хочется на солнышко, на природу и на море. К тому же в наших городах и поселках из-за большой загазованности совсем не осталось свежего воздуха, и каждая семья просто мечтает хоть ненадолго уехать на природу. Отдохнувший мозг способен зарядиться на целый год и трудиться с еще большей отдачей, если мы получаем новые интересные и незабываемые впечатления от отдыха. Ну вот здесь на слайдах такая прекрасная природа, такие прекрасные города, что просто хочется туда уехать, не правда ли? Но в отпуск ездим обычно всей семьей, это для нас большая радость. Мы берем с собой родителей, а кто-то берет детей, одни проводят отпуск активно, а другие ходят по музеям, а третьи любят выехать на рыбалку в близлежащие поля, реки, озера и получить удовольствие там. Но вот как-то так сложилось, что большинство людей все-таки понятие отпуска прочно ассоциируют с пребыванием именно на море. С этим трудно не согласиться, поскольку на морском побережье не только отлично отдыхается, но и появляется уникальнейшая возможность укрепить и оздоровить весь организм. Я не буду говорить вам о том, что морская вода очень полезна. Там более 130 микроэлементов и минеральных соединений, которые очень благотворно влияют на наш организм, особенно хорошо нашему опорно-двигательному аппарату. Поэтому отдых на море рекомендуется прежде всего людям с заболеваниями суставов, позвоночника. Купание у моря хорошо сказывается на состоянии кожи, ногтей, а так как улучшается их восстановление, наш внешний вид тоже улучшается. Принято считать, что чем соломнее море, тем оно полезнее. Примером может служить Мертвое море. Вы все о нем знаете, слышали, может быть, кто-то уже и был там когда-то. Там на один литр воды приходится примерно 300 граммов различных минеральных соединений. И наше тело, как губка, это все впитывает. Благотворно влияет море на сосудистую систему. У некоторых людей на море выравнивается артериальное давление, а также частота сердечных сокращений. Но все это происходит при условии, если мы соблюдаем определенные правила. Вот я на экран вывела интереснейший слайд. Мы все знаем, что загар очень полезен для здоровья. Не так ли? Под воздействием ультрафиолета организм вырабатывает полезные витамины, в том числе знаменитый витамин D. Большую пользу приносят уфо-лучи и при лечении кожных заболеваний. Улучшается кровоснабжение, насыщается кожа кислородом, питательными веществами. Солнечные лучи, если правильно пользоваться ими, способствуют выработке так называемого гормона счастья – серотонина. И вообще не в моде сегодня аристократическая бледность. Загар придает человеку спортивный, моложавый, подтянутый вид. А вот передозировка загара вызовет, наверное, события со знаком минус. Но прежде всего хочу обратить внимание, что возможно фотостарение кожи, которое сопровождается шелушением, утолщением, и появляется опасность меланомы – одно из самых злокачественных опухолей. И еще один минус избыточного загара – это фотодерматит. Бурная воспалительная реакция кожи, которая сопровождается волдырями, шелушением, зудом, покраснением. Малоприятные картины. Кроме того, надо иметь в виду, что фотодерматиту подвержены люди со светлой кожей. И те люди, которые долго жили в северных широтах, вырвались в отпуск, приехали, как говорится, дорвались и хотят сразу все вместе получить. И еще к фотодерматиту очень подвержены маленькие детки. Кроме того, минус ультрафиолета в том, что все-таки он может вызывать хронические заболевания. Это системная красная волчанка, надо быть очень осторожным этим людям, со склеродермией, с онкологией в прошлом перенесенной. Также надо быть очень осторожным с избыточной функцией щитовидной железы, с леченым тератоксикозом в прошлом. Если вы не долечили его сейчас, тоже надо быть очень осторожным. Возможно, в фоне ультрафиолета рецидив герпеса, появление каких-то новообразований, как злокачественных, так и доброкачественных. Поэтому к пребыванию на открытом солнце надо подходить очень осторожно. Особенно это касается людей, которые на коже имеют много родинок и папиллом. И существует несколько правил. Вот на слайде правила обозначены. Я кратенько по ним пройдусь. Но, во-первых, первый сеанс у вас должен быть маленький, 10 минут. Не оставайтесь долго на солнышке. Лучше побыть немножко в тени первый день. Тогда избежите солнечных ожогов и теплового удара. Перед тем, как идти на пляж, примите душ со скрабом. Это очень помогает отшелушить старые клетки. И загар ляжет ровнее. И не забывайте о защите кожи солнцезащитными средствами. Оптимальное время нанесения за 20 минут, где-то до выхода на пляж, за это время впитается и начнет свое действие. Время ежедневного пребывания на солнце можно увеличивать. Ну, минут на 15-20. Не забывайте также о тени под навесом или деревьями. Полезно в период загара кушать больше фруктов, овощей, но именно оранжевого цвета и пить морковный сок. А вот от шоколада, орехов, выпечки и алкоголя, наверное, стоит отказаться. На пляже лучше двигаться. Играть в волейбол, какие-то подвижные игры, баскетбол, теннис. Потому что тогда загар будет равномерным и быстрее ляжет. После сеанса загара примите прохладный душ и понежьте кожу нежным кремом с витамином Е, В5. Загар на здоровой и увлажненной кожей продержится намного дольше. Время загара тоже надо уточнить. Его надо выбрать правильно. Лучше загорать до 12 утром или после 16 часов дня. В это время солнышко самое безвредное и опасность сгореть намного меньше. Еще одно правило, которое надо помнить. Не ходите на пляж, подушившись туалетной водой, духами, дезодорантами. Отдушки и химические вещества вызывают реакцию с кожи на фоне ультрафиолета. И потом на коже образуется пигментация, которой очень сложно избавиться в последующем. После купания, если вы не уходите в помещение, старайтесь не вытираться полотенцем. А если без этого не обойтись, все-таки снова надо нанести солнцезащитный крем. И вот особенно о солнцезащитных средствах. Их производство стало целой индустрией. Вы все знаете, это кремы, эмульсии, различные масла. И чтобы не писали на этикетках, эти средства нельзя считать достаточно действенными и безопасными. Но, во-первых, потому что хорошие, по-настоящему высокоэффективные солнцезащитные средства дорогие, потому что они используют сложную технологию и рецептуру в изготовлении. А во-вторых, в их состав входят некоторые химические вещества, которые вызывают появление свободных радикалов. Их действие таково, что они проникают в глубокие слои кожи, где вместе с кожными липидами образуют реакции окислительные и накапливаются токсинами и шлаками. А получается, что наружный слой кожи остается незащищенным. Происходит повреждение кожи. И поэтому возникла идея защитить кожу не только снаружи, но и изнутри. И вы все поняли, о чем я хочу сказать. Во всяком случае, мои коллеги-дистрибьюторы. Конечно же, я хочу сказать о нашем замечательном Нейчер Тане, о знаменитом препарате компании Вижн. Он-то как раз не имеет недостатков солнцезащитных кремов. Экстракт винограда, витамин Е, С, цинк, селен, которые входят в его состав, препятствуют образованию свободных радикалов. Порошок куркумы и бета-каротин образуют способность кожи к ровному, стойкому загару. Изофлавон и соя обеспечивают глубокое увлажнение и помогают испекать ожогов и покраснений. Вот такой интересный препарат. Все эти компоненты усиливают друг друга. И при малых сравнительно дозах мы получаем эффект синергизма. То есть наложение эффекта от этого эффект мягче и сильнее. Как принимать это замечательное средство, спросите вы? Да очень просто. Начните принимать его за год, до того, как вы запланировали ваш отпуск. Где-то дней за 45, наверное, до лета по одной капсуле. Потом принимайте все лето тоже по одной капсуле. А потом еще, когда закончится сезон, еще в дни 15-20 тоже по одной капсуле. Очень просто. Этот препарат не только даст вам прекрасный внешний вид, хорошее настроение, но и, конечно, защитит вас, как я сказала, выше от самой опасной болезни, от меланомы. Но, к сожалению, это факт, и заболевших становится каждый год все больше и больше. Но не будем забывать, что при неправильном загаре мы можем повредить и верхний слой кожи, эпидермис. Вот такие препараты, как Шевитон и Бьюти, они мне очень нравятся, и я их часто использую для того, чтобы защитить именно придатки кожи, так называемые, волосы, ногти. Вот, например, Бьюти из состава женского комплекса улучшит цвет лица, предохранит кожу от высыхания, повысит ее упругость и плотность, будет стимулировать образование коллагена и эластина кожи, выведет токсины и недокисленные продукты из клеток за счет усиления кровообращения кожи, придаст коже сияющий вид. Это удивительное качество Бьюти достигается за счет уникального состава, куда входит виноградная выжимка, масло огуречника лекарственного, масло печени, трески, масло зародышей пшеницы, метионин, глицетинсои, бета-каротин, витамин H. Есть еще один уникальный препарат, он называется Шевитон, он тоже принадлежит бренд компании Вижн, я рекомендую использовать его для того, чтобы сохранить волосы и ногти. В его состав входят уникальные аминокислоты, цистин и метионин. Они защищают именно волосяную фолликулу, волосяную луковицу, предупреждают выпадение волос и ускоряют их рост. И ногти перестают слоиться. Цинк благотворно поучаствует тоже в этих процессах. Здесь формула усилена, как мы видим, витаминами группы В и биотина. И, конечно же, я не могу не отметить еще одно великолепное средство. Называется это средство косметика Вижн по уходу за кожей. Это так называемые маски. Маски на все лицо. Четыре маски на все лицо и одна маска специально для области глаз. Маски IMAGQ имеют несколько назначений. Все назначения целевые. Каждая из них служит определенной цели. Она восстанавливает, увлажняет, очищает, отбеливает. Маски делают кожу лица безупречной, помогая справляться с множеством проблем. В использовании масок компания Вижн использовала только натуральные компоненты. Положить парочку таких масок в чемодан вовсе не составит труда. И займут они мало места. И в течение 20 минут с момента наложения маски вы получите быстрый эффект. Кому-то может показаться, что я сейчас начала свое выступление как бы с конца, говоря прежде всего о внешности. Но и все хотят выглядеть очень хорошо. Это веление времени. И кроме того, внешность нередко отражает наши внутренние проблемы. А вот теперь более серьезные вещи. Я хочу предложить вашему вниманию обсудить, как же нам защищать более серьезные органы и системы. И начну я с сердца. Сердце – наш мотор. От его работы зависит многое. Но вот в жару этот мотор работает в усиленном режиме. Кровь сгущается, потому что теряем много жидкости. И сердцу приходится прилагать больше усилий, чтобы протолкнуть кровь по сосудам. Особенно если это мелкие сосуды, капилляры. Там очень большое сопротивление на самом деле. На дышку, сдавленность в груди, учащение пульса лета. Все это даже здоровые люди. А гипертоникам и пациентам с ишемической болезнью сердца и того приходится хуже. Основное правило для таких людей – меньше агрессивного солнца. Особенно в период с 12 до 16 часов. И быть на улице в самую жару просто не рекомендуется. Если невозможно этого достичь, старайтесь находиться больше в тени. Носите головной убор, темные солнцезащитные очки, светлую просторную одежду. Лучше из натуральных тканей, льна или хлопка. В течение дня надо пить жидкость, причем достаточно много жидкости. Предпочтение лучше отдать кислым напиткам. Воду с лимоном, морсы, отвар шиповника. Но ни в коем случае не ледяные, а слегка прохладные. Советуют врачи пить не менее 4-5 стаканов простой воды в течение суток. Только маленькими глоточками, но часто, чтобы не вызвать отеков и повышенного давления. Стоит напомнить, что и ледяная вода не подходит для купания. Во-первых, тут и до пневмонии недалеко, но есть еще одна опасность – спазм сосудов. Опасно близкое соседство с кондиционерами после жаркой улицы. Резкий перепад температур вредит иммунитету. И не случайно, что все инфекционные отделения завалены именно летом самыми тяжелыми пневмониями. Так что берегитесь этого. Еще одно важное правило – в жару нельзя переедать. Если пища камнем ложится на желудок, то чисто по законам физики усиливается и нагрузка на миокард. У кардиологов даже есть такой термин – застольное сердце. Это на фоне переедания возникает приступ. Учитесь вставать из-за стола чуть-чуть голодными. Неплохо во время жары отказаться от красного мяса, жирной пищи, ограничить алкоголь, легкие углеводы. Зато употребляйте больше клетчатки, листовой зелени, овощей в любом виде. Пейте томатный сок. Он содержит активные ликопины и калий. Мягко снижает артериальное давление, снижает наслечерепное давление. Очень полезен при сердечной недостаточности. И, к слову сказать, сердцу обязательно нужны магний и калий. Они поддержат сократительную деятельность сердца. Перед отпуском и в сам отпуск будет не лишним взять с собой баночку ПАКСа, Гранатина, Куэнзин-ХУ-10, Винекса, Антиокса. И, конечно же, кто успел запастись последним новым шедевром Вижн – это кардиодрайв. Ну, любой препарат на ваш выбор. Все они способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Они питают мышцу кислородом, усиливают микроциркуляцию крови в ткани, обеспечивают защиту антиоксидантную. Но есть некоторые особенности вот этих продуктов, о которых мы сейчас немножко поговорим. И хочу я начать разговор свой с великолепного продукта – с ПАКСа. Вот ПАКС, благодаря своему уникальному составу, куда входят все травки, которые так или иначе вызывают успокоение нервной системы – мелиса, валериана, лаванда, туда входят витамин группы В в большом количестве и разнообразии, магний, кальций. И все эти составляющие, в общем, оказывают успокаивающее действие, нормализуют сон, обезболивают, отрегулируют работу центральной нервной системы и ритма сердца, поборются даже с аллергией. Но что самое как бы серьезное, вот именно продукт этот может профилактировать очень грозное осложнение сосудистых заболеваний – это внезапная остановка сердца, особенно это реально в жару. Поэтому ПАКС берите с собой обязательно. Следующий препарат – антиокс, наше младильное яблочко, которое мы очень любим. Антиокс укрепит стенки сосудов и капилляров, это его основное назначение. Но еще интересно, что он разжижит кровь, защитит клетки ткани от свободных радикалов, а следовательно уменьшит воздействие ультрафиолета на кожу и на весь организм в целом. Уникальный препарат, гранатин Куэнзим-10, занял свою нишу в линейке продуктов компании Вижн. Я люблю очень этот препарат, он мой самый любимый препарат. Это настоящая лаборатория, которая занимается профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, именно профилактикой. Он дает силу, энергию Куэнзима Ку-10 для митохондрии, маленьких электростанций внутри наших клеток. Их работа – большая загадка для биологов до сих пор, а вот гранатин помогает приоткрыть завесу этой тайны. После 20 лет нашего возраста Куэнзим-Ку-10 стремительно уменьшается. Мы начинаем стареть, если так говорить, а гранатин тормозит это старение и омолаживает нашу эндокринную систему. Винекс, который рядом с гранатином, он здесь на слайде расположен, он также содержит в себе элементы красного винограда. Называется он немножко мудрёно, ресвератрол. Но я думаю, что если приглашённые здесь присутствуют, они очень быстро выучат это слово, потому что Винекс – это препарат, который снабжает ваше сердце большим количеством кислорода. И не случится приступ астенокардии, об этом надо помнить. И, наконец, наш великолепный суперпрепарат последнего выпуска – Кардиодрайв. У него уникальное назначение – он влияет на причину сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего тормозит атеросклероз. И прежде всего он лечит стенку сосуда от воспаления, потому что все проблемы начинаются именно из-за воспаления стенок сосудов. И тем самым этот препарат мешает образованию тромба, а попутно снижает, нормализует глюкозу крови. Это очень хорошо для тех, кто страдает с сахарным диабетом. Липидный спец – это для тех, у кого очень большой холестерин и который не может справиться с ним никакими медикаментами. То есть он нормализует плохой и хороший холестерин, нормализует пищеварение, повышает иммунитет, тонус, нормализует работу печени, очищает печень. Это сейчас очень актуально, потому что много заболеваний печени, даже не диагностированных. Люди годами живут, не зная, что у них различные гепатиты. И кроме того, кардиодрайв окажет успокаивающее действие на центральную нервную систему. О таком препарате я думаю, что все врачи могут только мечтать. Но у меня здесь нет на слайде еще одних препаратов. Даже я бы не сказала, что это препараты. Это наша умная еда, это смартфуд. И все вы поняли, что я говорю о шейках вижен, которые являются выходом для тех, кто любит хорошо покушать. Я уже раньше сказала, что альтернативой плотной еды должны быть какие-то продукты, которые берут на себя функцию еды и уменьшают чувство голода. Так вот, вас уверяю, что шейки вижен в полной мере соответствуют этим условиям. И вообще употребление вот таких продуктов в шейке станет полезной привычкой. И обогатит питание в условиях новой, не всегда знакомой нам пищи. Ведь мы уезжаем далеко за пределы страны иногда в отпуск. Это верно для азиатской кухни, для некоторых европейских кухонь. Потому что здесь мы встречаемся с незнакомой пищей. И, собственно говоря, мы иногда попадаем в неприятное положение, пользуясь этой пищей, которая нам непривычна. Шейки могут нас выручить в этой ситуации и избавить от чувства голода. По идее это коктейли. Коктейли, и в них сочетается легкость и функциональность. Потому что здесь содержится большой витаминно-минеральный спектр и высококачественный молочный белок, который легко усваивается. Шейки очень удобны в применении. Занимают так же, как и маски, мало места. Их можно разводить в любом подручном материале, в том числе и в воде. Но мы все любим разводить их в молочной продукции. Это быстро, удобно, а самое главное, очень сыто. И этот продукт очень нравится нашим деткам. Следующий момент, который бы я хотела осветить, это момент, когда мы встречаемся в незнакомой обстановке, в новой обстановке, с какими-либо вредными воздействиями на нас. Это может быть инфекция, это могут быть даже обострения хронических заболеваний, которыми мы страдаем. Это может быть отравление незнакомой или не очень свежей пищей. В отпуске с нами злую шутку может сыграть, как я уже говорила выше, и обычное излишество в пище. Ну и что же, ничего попробовать нового нельзя. Не пойти вместе со всеми в город на экскурсию, не приготовить вкусное блюдо на углях где-нибудь у озера. Ну конечно же нет, всем надо пользоваться, все надо попробовать. Но на всякий случай имейте с собой немного детокса, куперса, а уж наличие в вашей походной аптечке еще одной разновидности умной еды Дефо и Икс Джет, я и не говорю. Это джентльменский набор. Вот здесь на слайде мы видим препарат детокс. Детокс в щадящем режиме выведет вредные вещества беспобочного ослабительного действия и будет укреплять иммунную систему. Куперснео – это тоже великолепный препарат для того, чтобы детоксицировать организм. В него входит силимарин из расторопшей, который усиливает детоксикационную и антиоксидантную активность печени, улучшает отток и выработку желчи за счет того, что она становится под воздействием этого препарата жидкой, а значит, будет расщеплена любая самая даже грубая неприятная пища. Фенфель, входящий в состав Куперса, активизирует секрецию пищеварительных желез и поможет нормализовать перистальтику кишечника. Но вот те продукты, которые я люблю, это Дефо и Икс Джет. Вот это продукты, всем продуктам продукты. Они очень простые употребления. Разводится одно саше в каждом пакете, в каждой коробочке по 10 пакетиков. И эти пакетики мы называем саше. Вот саше разводится в любой тоже жидкости. Можно развести в соке, в воде, в чае, в йогурте. И действие их очень мягкое. Для чего это надо? Уникальность действия Дефо и Икс Джет связана с применением нанотехнологии в производственном процессе. Это когда питательные вещества измельчены до размера менее 100 нанометров. Что обеспечивает более эффективное усвоение биологически активных веществ в самых отдаленных уголках нашего организма. Даже там, куда не попадает эритроцит. Настолько малы вот эти ходы. В основе всех продуктов Дефо и Икс Джет лежит коктейль из различных сортов меда мануки. Сюда входят гречишный, лесной, рапсовый, липовый, лавандовый, подсолнечный. И даже, вы не поверите, есть мед из колокольчиков. А также в их состав присутствуют растительные экстракты, спирулины, ягоды асаи, гибискус, боярышник, женьшень, соевый лицетин. Вот такое богатое созвездие, палитра такая богатая. И вот Дефо Икс Джет можно использовать в разнообразных экстренных ситуациях. Это проверено на личном опыте, на опыте моих пациентов. Его можно использовать при повышенной температуре, отравлениях токсическими продуктами. В том числе и алкоголем. И это не секрет. И еще Дефо Икс Джет может повысить вашу естественную энергию. И еще очень любят этот продукт наши маленькие путешественники. Следующее, о чем я хотела бы сказать. Вы вот на экране видите, и уже многие поняли, что я хочу сказать о том, какие нагрузки мы испытываем летом во время отпуска. Вот пора отпуска обычно совпадает не только с летом, весной и осенью. Она может быть в любой период времени. Но чем отпуск отличается от обычного времяпрепровождения. Мы находимся в движении. Мы изголодались по движению. Мы совершаем прогулки, экскурсии, целые путешествия на ногах. Нагрузки на суставы в этом смысле и на мышцы возрастают многократно. За 2-3 месяца до намеченных мероприятий по отдыху я вам советую начать, прежде всего, принимать, вот тут нету на слайде, но я так думаю, что надо начать принимать МЕГУ с ее волшебными полинасыщенными жирными кислотами, которые вернут суставам радость движения после долгой зимы. Хотите надежной защиты и быстрой реабилитации? Доверьте дело БАТ-НГНТ и ГЕЛИ-НГНТ ГОРБАКО. В состав БАТ входит глюкозамин. Он восстановит хрящ, превратит его разрушение. Сюда же входит хондроэтин, гарантирует строительный материал для хряща. Новое уникальное средство, вернее компонент, который включила компания в препарат для суставов, называется метилсульфанилметан. Вкратце можно так назвать его МСН. Это позволяет умерить боль в суставе, увеличивает выработку межсуставной жидкости. А экстракт бамбука, который сюда входит, будет участвовать в создании коллагеновой основы хряща из-за четырех возрастных переломов. Гель Харпага, он дополнит действия БАДа. Чем? Он согреет мышцы, окружающий сустав, снимет отек, воспаление, возможно, после травмы, потому что травматизация во время отпуска тоже присутствует. За счет чего? Каенский перец, который улучшает проникновение полезных веществ, и чертов порень, который обладает мощными противовоспалительными свойствами. Арахисовое масло, которое входит в гель Харпага, также восстановит мышцы после травм и тяжелой физической нагрузки. И на этом же слайде я его не случайно сюда поместила. Вы видите, великолепный, замечательный, я много знаю эпитетов, но мне вот очень нравится венострун гель. Это тоже гелевая основа, очень легко проникает через кожу к мышцам, к суставам, но в то же время основная его направленность – это лечить и укреплять стенки венозных сосудов. Мы все испытываем время от времени, даже когда приходим после работы, отечность, тяжесть, жжение в стопах и голени. Это все происходит за счет того, что кровь по венам течет медленнее, чем обычно, в силу законов физики. И с возрастом клапаны вен становятся слабее, поэтому возникают все эти симптомы. Кроме того, есть опасность тромбофлебитов, то есть сгущение крови, образование таких небольших сгустков крови, которые, в общем-то, неприятные вещи для сердечно-сосудистой системы. И вот гель венострун помогает избежать тромбофлебита. Пользуйтесь вот этим гелем также для профилактики, даже если у вас ничего не болит и не беспокоит. Это хороший венотоник, один из самых лучших, я считаю. Он поможет избежать проблем на будущее. И опять же здесь за счет богатого состава, не могу не сказать, здесь содержатся растительные экстракты листьев, винограда, гамомелиса, иглицы, эфирное масло кипариса, лаванды. И кроме того, его легко тоже взять с собой в путь. Говоря о том, что мы любим проводить отпуск, сообща всей семьей, я не забыла и о детях. Дети – наше будущее, дети – наша гордость. Мы счастливы, когда дети нас сопровождают в отпуске, и мы вместе делим с ними радость и отпуск, новые впечатления. У детей развивается кругозор, они становятся взрослее, они становятся грамотнее. Нам нравится, что они, как и мы, возвращаются из отпуска загорелыми, вытянувшимися, излучающими положительный заряд эмоций, а главное – здоровыми. Но изменение климата, часовых поясов, зачастую питание не может не сказаться на неокрепшем организме, а ведь скоро осень, и не за горами школы, и ребенок должен быть здоровый. В ВИЖЕН существуют специальные программы витаминизации детей. Вот здесь на слайде вы видите всю гамму, палитру вот этих драгоценных детских препаратов. Пожалуй, самый главный продукт из всей детской линейки – это Юниор-НЕО. Вот он здесь находится, со сбалансированным составом витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для растущего организма. Юниор-Девайс, который рядышком, да, восполнит недостаток йода. Это фишка этого препарата и поможет в правильной работе центральной нервной системы. Если сравнить эти препараты, они очень богаты, у них целая палитра витаминно-минеральных составляющих. Здесь и бета-каротин, и витамины Д3, и витамины Е, и С, и полный набор витаминов группы В, и магний, и самое главное – железо, цинк, марганец, куперс, медь и селен. То есть все микроэлементы, которые необходимы для полноценного роста подрастающего организма. Юниор-Бибик, вот он здесь, избавит от дефицита витамина Д. Он необходим для нормального роста маленького человечка. Укрепит костно-мышечную систему во время усиленных нагрузок. И самое главное – сохранит здоровье зубы. Кальций, порошок бамбука В1 и Д3 – это те составляющие, которые приносят вот этому препарату универсальность. Юниор-Би-Хелси, здесь есть такой очень интересный препарат, который делает иммунитет ребенка крепче, улучшает память. Здесь используются продукты жизнедеятельности пчел, прополис, и также сюда вводится витамин С. Юниор-Би-Смар – это вообще уникальный препарат, это один из самых лучших препаратов такого типа. Здесь содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в созревании мозга ребенка, формируют его как личность, интеллект ребенка, сохраняют память, сохраняют сосуды, сердце. Сюда входит рыбий жир. Помните рыбий жир, который мы все в детстве пили? Как нам не хотелось его пить, какой он был противный, невкусный. Так вот детки очень, большим удовольствием принимают эти великолепные препараты, они сделаны в виде рыбок, и для ребенка даже это становится элементом игры. В рыбьем жире содержится омега-3, витамин А, Д3, Е, то есть очень богатая палитра. И, наконец, последний препарат, уникальный из этой группы, это Юниор-Би-Стронг, который станет отличным источником прежде всего энергии для ребенка, предотвратит нарушение углеводного обмена, то есть опасность сахарного диабета, нормализует работу сердца, центральной нервной системы. И здесь как бы идет дополнение к оставшейся линейке препаратов, это витамин Д3, который контролирует фосфорно-кальциевый обмен, а за счет этого идет улучшение питания волос, ногтей, и, конечно же, косточки ребенка становятся более плотными и меньше подвергаются нагрузкам. И, наконец, еще одна проблема, которая возникает во время, вот проблема, которая возникает в отпуске, вы, наверное, догадались, вот такие красивые слайды, но такие противные мелкие насекомые. Еще Пушкин говорил, «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда-то ни зной, ни пыль, ни комары, да мухи». Но Пушкин, наверное, знал, о чем он пишет. Защита и помощь, конечно, требуются людям, которые любят рыбалку, походы в леса, в поля, ну, кругом на природу, да. Но мы раньше вот, как бы, не везде, не по всем территориям нашей страны было опасно, допустим, поймать клеща. Сейчас же клещи распространились, причем носители клещевого энцефалита, они распространились по всей территории России. Дошли они даже до Краснодарского края. И все вы знаете, что вот эта болезнь клещевого энцефалита с большими осложнениями центральной нервной системы, она еще называется, это болезнь боррелиоз или болезнь лайма, довольно нередкое явление даже в нашем крае, в Краснодарском. Ну, как же защищаться от мелкой живности? Ну, во-первых, вот есть такие еще неприятные, ну, как бы не сказала бы, что они неприятные насекомые, но серьезные насекомые, это осы, пчелы, шмели. Вот здесь надо понимать, что они первыми не нападают на вас, но кусают, если их по неосторожности спугнуть. Комары сейчас, да, есть очаги, где и малярия, и желтая лихорадка, и очень много других серьезных, я не буду их перечислять, инфекционных болезней, которые переносятся комарами. Есть такие моменты, есть такие места у нас в стране и за рубежом в странах СНГ. Но чаще всего комары противно чем? Они не дают нам ночью спать, и это чревато недосыпом, плохим настроением в течение дня. Но еще хуже, если вот укусы этих кровососущих будут сопровождаться аллергической реакцией. Но есть некоторые особенности защиты. Во-первых, все, наверное, рыбаки, охотники, кто любит грибы, ягодники, они все знают, что идешь в лес или поле, необходимо хорошо защищаться. Надо защищать не только руки и шею, но и ноги, заправлять брюки в носки или обувь. Можно пользоваться специальными дезодорантами, это отпугивает вот этих мелких насекомых от человека, потому что они любят запах пота. После возвращения, самое главное правило, надо очень внимательно осмотреть и одежду, и тело. Обнаруженного клеща следует извлечь как можно аккуратнее, постараться, чтобы головка клеща не осталась в коже, иначе все ваши усилия будут напрасными. Если все такое случилось, надо осторожно удалить головку, обработать место ранки, продезинфицировать. И, конечно, какое-то время, несколько дней иногда бывает, надо понаблюдать за ранкой. Краснота в виде круга с белым центром это повод срочного обращения к врачу, даже не сомневайтесь. Многие забивают, когда удаляют клеща, они выбрасывают его. Этого делать не надо. Клеща надо положить в баночку, если клещ еще живой, туда в баночку вкладывают ватный влажный тампон, чтобы он не выполз из банки, и отнести на исследование в ближайшую СС. Вам не должны отказывать, и должны проводить эти исследования бесплатно, потому что мы все заинтересованы, чтобы тяжелое заболевание не распространялось среди человеческой популяции. Если клещ окажется носителем инфекции, то вам сообщат, тогда надо будет сделать анализы и пролечиться, ничего не поделаешь. Но мы все-таки будем надеяться на лучшее, что этого не произойдет. Если пчелы и осы жужжат, это не значит, что они собираются на вас нападать, они просто отпугивают. Если вы помните мультик лени пуха, когда он лазил в большое дупло за медом, то вы помните, что пчелы на него сначала не напали, они просто его отпугивали. Не стоит в этом случае махать руками, не стоит душиться сладкими духами, когда вы идете в лес, всякими дезодорантами пользоваться и так далее. Это вызывает агрессию, особенно пчел и ос. И не стоит убивать, если на вас напала пчела, она вас как бы сначала обгоняет. Но если вы убьете это насекомое, то при смерти она выделяет вещества, которые служат сигналом для нападения других особей целого роя. Поэтому будьте осторожнее. Ну, вы все знаете, что после укуса пчелы надо извлечь жало из ранки, выдавить яд. Здесь можно промыть холодной водой. Если есть мыло под рукой, промойте смылом эту ранку. Приложите смоченный, переписью тампон, если есть под руками перепись. Если нет, то просто холодный компес. Это снимет боль, отек. Если отек и боль, а тем более появляется температура, вдруг ни с того ни с сего начинает опухать лицо, губы, то необходимо срочно обратиться в врачу. До приезда скорой желательно съесть что-нибудь от аллергии, какой-нибудь медикамент, который есть под рукой, любой. Это немножко облегчит, но имейте в виду, что это не уберет саму реакцию. Реакция может быть отсрочена какое-то время, и так или иначе затягивать с обращением к врачу не надо. И особенно мне надо, мне хочется обратить внимание, что если пострадал в результате ваших укусов, этих укусов, ваш ребенок, да, и здесь надо, конечно, обратиться к врачу незамедлительно. Но вот какими средствами, какими препаратами Вижен можно воспользоваться в этих случаях? Конечно, на первые время здесь можно использовать и под руками, чтобы у вас находился антиокс и пакс. Вот антиокс благотворно влияет на кожу, выведет токсины, уменьшит образование свободных радикалов, а пакс легко сделает легким, расслабляющим кожу любое действие, устранит беспокойство, спазм, потому что когда возникают вот такие вот непредвиденные ситуации, прежде всего человек начинает волноваться, паниковать, и это вызывает еще большую как бы реакцию со стороны организма. Почему? Потому что нервная система и наш иммунитет, они взаимосвязаны, поэтому что-нибудь когда одно поражается, то поражается и другая система. Если под руками есть комплекс антистрессовый, из него очень удобно использовать такие препараты как мистик и посилат. Мистик успокоит и снизит чувствительность к окружающим факторам, раздражающим, а вот посилат нормализует сердечный ритм, снимет коронарное напряжение, спазм, снимет дискомфорт. Вот такие небольшие тонкости, хитрости именно в настоящий момент времени. Немного я хочу коснуться вопроса о средствах борьбы с комарами и, как говорил Пушкин, ножками, о репеллентах. Вы все знаете это слово. Репеллент борется с комарами, он отгоняет их от тела. Средств очень много, это целая индустрия. Здесь спреи, жидкости, гели, так называемые фумигаторы, но иногда в их состав намного опаснее введены средства химические, чем сами комарин и укусы. Я только назову два из них, это дихлофоз и дета. Сейчас производители используют такие средства, которые не имеют запаха, потому что мы по опыту знаем, что вот эти препараты химические, они очень ядовитые. Используя, лишая запаха ядовитые вещества, тем самым мы впадаем в обман. В обман, потому что мы не сразу оцениваем опасность вот этих веществ. Особенно это касается тех людей, которые часто ходят на рыбалку, часто бывают на озерах, на пикниках, в туристических походах и часто пользуются вот этими репеллентами. Это может спровоцировать аллергию, отравление. Есть случаи в отдаленной перспективе, если вы систематически пользуетесь этими средствами, заполучили онкологическое заболевание, например, дета вызывает рак молочной железы. Но существуют народные безопасные способы защиты. Вот замечено, что комары не любят запах гвоздики, аниса, валерианы, розмарина, эвкалипта, базилика. Отпугивают их также свежая лаванда и листья мяты. Репеллент можно сделать самому, взяв с собой в дорогу следующую смесь. 1 столовая ложка одеколона, 10 капель масла гвоздики, 10 капель масла аниса, 10 капель масла валерианы. Это все можно найти в аптеках. Снять зуд можно, обработав поврежденное место содовым раствором. Не забывайте наш уникальный гель Миллениум. Я вас очень прошу. Этот гель одна из самых больших гордостей компании. Нанесите небольшую каплю на место укуса и эффект наступит прямо на глазах. Уйдут зуд, боль, покраснение. Его экстракт джиншени, экстракт лиски камели китайской, центеллы, хвоща полевого, пшеничного белка, гинкобелоба снимают мелкие воспаления. И кроме того, гель этот не дает практически аллергических реакций. Его можно использовать и у детей, и у взрослых. В заключение я хочу сказать, я постаралась рассказать об основных таких подводных камнях, которые мы можем встретить во время отдыха. Это подведу черту, это вред ультрафиолета, проблемы кожи, сердца, хронических заболеваний, отравления, снижение иммунитета, переедание, укусы насекомых. Можно с успехом выходить из этих ситуаций, если пользоваться хотя бы выше названными средствами. Но это лишь малая часть линейки продукции Вижн. Уважаемые приглашенные, если вас пригласили люди, и вы благодаря им появились на наших пикапах, то, пожалуйста, спросите у них, у них у каждого есть свой опыт и свои знания, и они расскажут, может быть, даже больше, чем рассказала сейчас я. В заключение хочу сказать, что Батвижн рекомендован ведущими медицинскими учреждениями Минздрава Российской Федерации, такими, как Российский Онкологический Научный Центр Блохина, НИАКУШЕРство и Гинекологии, НИАКУШЕРство, Санкт-Петербургской Академии физкультуры имени Лезговка, Российской Медицинской Академии после дипломного образования, Медицинскими Академии Сеченова и Мечникова в Санкт-Петербурге и Москве. То есть, это очень уважаемые медицинские учреждения и в качестве препаратов вы можете быть уверены. В заключении хочу сказать, что гарантия высочайшего качества Батвижн дает право нам использовать эту продукцию в виде средств первой помощи и в быту, и в поездках. При этом они, эти препараты, могут быть использованы и при различных заболеваниях. Но обязательно надо иметь в виду, что только наряду со специфической терапией, это я как доктор говорю, делаю замечания многим, и только в качестве элемента лечебной диеты они оптимизируют все виды обменов. Это вот их основное назначение этих препаратов. Они обладают всеукрепляющими свойствами, снижают риск заболеваний, обладают функцией энтеросорбентов, то есть они выводят вредные вещества, токсины и шлаки. И в результате возникает еще такой хороший эффект, что нормализует желудочный кишечный тракт и хлору кишечника. Поэтому эту продукцию надо употреблять не только в сезон отпусков, но и весь год, чего я вам советую. хочу пожелать всем вам дорогие друзья счастливого времени отдыха и незабываемых впечатлений от предыдущего лета. Спасибо за субтитры Алексею